александр привет привет спасибо что согласился провести мастер-класс для нас в прошлом году с тобой снимали в саду обрезку плодовых сейчас мы хотим более подробно и более наглядно у нас есть такой огромный экран показать как обрезать грушу в прошлом году мы обрезали яблоню и сейчас хочу чтобы в первую очередь мы напомнили нашим зрителям основные правила обрезки есть некоторые принципы при формировании при закладке будущего дерева у нас должны быть основные ветви скелетные центральный проводник один причем один центральный проводник от него отходят скелетные ветки между ветвями скелетами должно быть достаточно пространства так чтобы свет проникал попадалось он загущено да потому что веткам растению нужно солнце за счет этого будет происходить хорошая закладка цветочных почек и соответственно будет урожай несмотря на то что у нас будет меньше веток да у нас будет больше плодов потому что за счет того что у нас слишком темно здесь начинает полностью вымирать хорошие обрастающие веточки на которых урожай далее следующее правило я понимаю ветки не должны отходить под острым углом что часто бывает да когда мы покупаем в питомниках какой-то материал и самый оптимальный угол это от 45 до 60 градусов отхождение да совершенно верно почему нельзя под острым углом оставлять потому что у нас под тяжестью плодов ветка начинает изгибаться когда она тоненькая маленькая она без проблем от принимает такое вот положение когда же она большая толстая и здесь острый угол отхождения в этом месте она просто откалывается и в будущем мы можем просто потерять половину кроны либо все дерево поэтому первоначально убираем все острые развилки и дальше уже начинаем работать естественно с кроной что приступаем вот такое прекрасное дерево груши нам предоставил садовый центр мегасад саш правильно я понимаю то что мы начинаем работать с первого яруса да совершенно верно когда у нас дерево маленькая саженец мы убираем полностью все веточки которые у нас располагается ниже 60 80 сантиметров если они есть если их нету если у нас просто прутик мы откладываем где-то 60 80 сантиметров от земли его прирезаем посмотрим что у нас здесь из первого яруса вот у нас одна хорошая скелетная ветка вот здесь еще одна скелетная ветка и мощность проводник и вот это да центральный проводник конечно здесь есть и конкуренты у груши вертикальный рост она стремится вверх поэтому при формировке нам нужно крону сделать немножко расширенный вот у нас есть скелетная ветка она довольно таки вот продолжение этой скелетной ветки идет параллельно главному стволу она тем самым начинает притянять вот эти боковые ветки это не есть хорошо нам нужно крону расширять расширять вот убираем все сухое так и крону расширяем мы берем центральный проводник его убираем переводим на боковые ветки и эти ветки мы должны уже подчинить их тоже переводим укорачиваем на внешнюю почку техника среза на внешнюю почку отступаем от места крепления почки 0 5 1 сантиметр делаем срез с небольшим наклоном под почкой проводим зрительно перпендикуляр и до этого места никогда не должен доходить срез крона должна быть конической центр должен быть выше всех нижний ярус должен быть ниже следующего яруса и соответственно ниже чем центральный проводник итак вторая скелетная ветвь она у нас смотрим продолжение этой скелетной ветви тоже идет правильно правильно нашему главному центральному проводнику она уже высоко на находится на одном уровне она уже становится конкурентом для нашего центрального проводника и тем самым она еще плюс притеняет вот у нас здесь вот хороший второй ярус скелетных ветвей она его начинает притенять он начинает оголяться поэтому мы тоже берем его и переводим на боковое обветвление в следующем году мы без проблем переведем полностью удалим вот этот проводник можем еще перевести у нас здесь есть хорошая веточка мы переводим и сейчас мы должны сопочинить вот эти вот наши две второстепенные ветки должны сделать ниже чем наш главный проводник тоже выбираем веточку почку на ружу на внешнюю сторону и переводим и если у нас растение довольно таки имеет хороший большой сильный рост метр два метра то мы лучше от эти вот под тоненькие веточки их оставим на следующий год они у нас полностью загрузится плодовыми почками тем самым через год у нас растение стабилизируется она будет тратить энергию силу на цветение на плодоношение и рост тем самым будет уменьшаться и на следующий год в будущем когда вот эти вот две точки у нас уже поникнут мы без проблем их сможем уже укорачивать тогда у нас будет полностью обросшие такие вот как кораллы скелетные ветви дальше продолжаем работать с первым ярусом смотрим что здесь у нас еще кроме вот этих двух скелетных ветвей что она здесь располагается вот есть веточка она под таким довольно таки острым углом отхождения лучше сейчас ее убрать укоротить полностью на кольцо вырезать техника срезана кольцом обрезаем по кольцевому наплыву основные ошибки во первых не делаем слишком глубокий срез так как кора будет очень плохо зарастать во вторых не оставляем пеньков так как они начнут усыхать гнить это приведет ко многим болезням места срезов либо не обрабатываем вовсе либо обрабатываем чем-то дышащим например ран нет мы не рекомендуем использовать садовый вар летом он нагревается под ним образуется повышенная влажность и это благоприятная среда для размножения грибов и бактерий проводим обрезку до распускания почек потому что в будущем она по тяжести плодов будет давить и здесь возможно будет раскол поэтому мы без проблем и от нее отказываемся первый ярус у нас 1 скелетная ветка 2 скелетная ветка эта ветка тоже у нас в будущем может стать скелетной если мы будем с ней работать и было бы здорово потому что одна ветка в одну сторону другую сторону вот как раз вот хорошее расположение в третью сторону следующий ярус у нас должен располагаться 50 60 80 сантиметров от первого яруса вот здесь есть хорошие у нас ветки здесь у нас слишком близко к первому ярусу располагается вот две такие вот ветки они во-первых притеняет притеняет наш второй ярус а во-вторых они под острым углом отхождения поэтому сейчас мы их тоже будем удалять так как у нас здесь вот тоже под острым углом отхождения но ветки находятся друг напротив друга лучше два спила в одном месте не делать потому что будет очень очень плохо заживать спилы поэтому эту ведь мы можем пока что ее укоротить а через год либо через два полностью вырезать на кольцо здесь вот продолжение нашей кроны главный центральный проводник но он немножко наклоняется в сторону здесь же есть хороший конкурент для центрального проводника но он под острым углом отхождения и довольно таки прямой и ровный поэтому здесь этот проводник уходит в сторону я от него откажусь и его переведу на более подходящий побег ниже этого центрального проводника располагается еще раз два три четыре веточки для второго яруса лучше конечно оставить три ветви так чтобы здесь не было слишком большого загущения первый ярус у нас 34 второй ярус три ветки а вот эти скелетные ветви мы должны соподчинить мы должны сделать выше первого яруса но ниже чем центральный проводник они у нас под хорошим углом отхождения мы без проблем берем и теперь вырезаем на внешнюю почку так чтобы у нас крона тоже расширялась вот эта веточка она притеняет поэтому мы ее тоже можем укоротить между ярусами находится вот эти две веточки здесь смотрим если здесь есть плодовые почки они здесь есть подтяжесть плодовых почек она опустится примет горизонтальное либо положение ниже горизонта здесь начнут на следующий год просыпаться новые спящие почки будут новые побеги и через год мы без проблем можем перевести это вот всю массу убрать что будет ниже горизонта здесь будет новые обрастающие цветочные почки а 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 я понимаю что мы фактически уже с обрезкой справились мы таким образом формируем правильную крону правильно я понимаю то что чем более горизонтальная ветка тем больше у нас урожая на ней будет да совершенно верно здесь суть в чем когда у нас ветка находится конец к ветви выше все питательные вещества гормоны роста они нас сосредотачивается концентрируется наверху на концовой почке и тогда просыпается как раз именно концовая почка если же у нас ветка находится в горизонте все гормоны роста они у нас располагаются абсолютно по всей периферии равномерно и тогда у нас начинает вместо одной мощной ветки у нас начинает активно просыпаться все вот эти вот маленькие почки и здесь укороченный укороченный прирост и сила роста уменьшается и за счет этого у нас как раз образуется плодовые почки саша если у нас образуется много волчков и сильных побегов что с ними делать сильные мощные волчки мы можем вырезать вырезать на кольцо либо можем обрезать на три почки тем самым у нас просыпается верхняя почка довольно таки сильная мощная мы в течение сезона можем ее просто привязать этот побег который будет образовываться и на двух нижних почках у нас будет образовываться цветочной почки да вот и на следующий год мы полностью верхний побег его можем обрезать и перевести как раз на маленькие боковые цветочные почки если же прутик небольшой там 20 сантиметров 30 сантиметров с ними ничего не нужно делать через год у нас образуется на этом побеге цветочной почки вот допустим вот здесь вот у нас был в прошлом году позапрошлом году прутик его никто ничего не с ними не делал и он взял и образ полностью плодовыми звеньями и сейчас как бы все уже он просто навески до сразу абсолютно задать правильную форму не удастся мы могли бы обрезать полностью на нужные нам ветки но у нас будет еще сильнее рост поэтому лучше в какой-то момент становится будет больше да чем сильнее мы обрезаем тем сильнее дерево начинает отрастать спасибо как всегда очень полезно наглядно и информативно вам спасибо хороших урожаю друзья подписывайтесь на наш канал формируйте деревья правильно а вот такое замечательное дерево вы можете приобрести садовом центре мегасад